я от реально хожу и не понимаю где выход здесь друзья просто не разъехаться поднимать о комфорт класса почему здесь вот такое ограждающие жидкое я бы сказал как классно здесь застройщик этот совесть застройщика должна очень плохо спать 1 2 3 4 5 6 7 8 но зато радиатор ровно установили ну и качество сдачи да проще говоря штукатурка отваливается же он лампочку что и попал поэтому демонтаж унитаза демонтаж плитки и перекладка теплопола вас здесь ожидает ближайшее время грубейшее нарушение также сэндл сэкономил почему-то на вашей квартире о какие здесь люди и не успели убрать за полгода ай-яй-яй но управляющая компания сами понимаете все в пыли и в грязи лиговский проспект друзья добрый день я андрей артемов мы с вами находимся во фрунденском районе санкт-петербурга ближе к лиговскому проспекту возводит домопик с коммерческим названием жилые комплексы аэронавт и парк стоимостью однокомнатной квартиры от 9 миллионов рублей и 8 миллионов 400 тысяч рублей соответственно в проектах лиговский сити от глоракс первых и вторых кварталах стоимость однокомнатной квартиры стартует от восьми с половиной миллионов рублей на улице тосина сэтл групп построил и сдал жилой комплекс автограф 31 октября 2022 года согласно разрешение на ввод в эксплуатацию здания или спустя полгода застройщик выдает ключи от долгожданных квартир высокого комфорт-класса по заявлению застройщика я очень надеюсь что застройщику хватило полгода чтобы достроить сданный дом и привести его территорию как у него на рендерах на его сайте застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик сэтл лиговский с уставным капиталом 100 тысяч рублей с 21 по 22 года согласно данных от налоговой инспекции у застройщика работал один сотрудник при этом сумма доходов составила более 600 миллионов рублей только за 22 год вот это результативность я всегда внимательно читаю проект от застройщика в нем от проб грунта проверку на радиации до высотности здания и применяемых материалов к примеру если в проекте нет деревьев то как бы маркетологи застройщиков не рисовали эти деревья их друзья не будет сам проект однотипный уже даже становится скучно от того что ничего не меняется и улучшений к сожалению в проекте нет те же лестничные марш и те же подъемники я даже не знаю когда с этого групп начнет заботиться о своих клиентах и строить все в уровень землей кто живет проектах от с этого групп меня прекрасно понимает вентиляция в комплексе как в советских панельках она сборная и крепится между собой на сварке ничего интересного и современного а вот это улыбнуло читаю стены санузлов смежные жилыми комнатами имеют дополнительную звукоизоляцию в виде двухстороннего оштукатуривания как считаете друзья это поможет фасад каждого жилого здания конечно можно изменить изменить его форму цвет структуру улучшить к примеру энергоэффективность при помощи современных инженерных систем но это к сожалению не про этот комплекс здесь все по советской классике инженерные системы здесь конечно очень сильно отстали от современных тенденций полагаю наверное из-за этого класс энергоэффективности здания с нормальный класс c чуть выше чем класс d которые обычно дают там d и e советской застройки молодцы в комплексе квартиры представлены от студий до трехкомнатных квартир 1 1463 квартиры 672 машина-место в подземном паркинге который еще и нужно купить за свои деньги на открытой территории 93 машина-место машина-место в подземном паркинге стоит от одного миллиона шестьсот пятидесяти тысяч рублей но дешевле взять его в дальнейшем в аренду согласно данной квартирографии студии однокомнатные квартиры займут почти семьдесят девять процентов от общего числа квартир двухкомнатные квартиры почти восемнадцать процентов и трехкомнатные квартиры почти четыре процента как вам квартирография в автографе на момент съемки этого видео однокомнатную квартиру в комплексе можно приобрести от 9 миллионов шестиста тысяч рублей все квартиры застройщик сдал с чистовой отделкой из приятных моментов конечно же новый детский сад на сто двадцать мест ближайшая школа к новостройке за номером триста пятьдесят девять и согласно официальных данных от социального объекта вакантных мест нет а в 153 школе которая чуть дальше вакантные места есть в час пик конечно на лиговском проспекте достаточно плотно но учитывая что в шаговой доступности станции метро обводный канал комплекс будет пользоваться популярностью но если в этом месте выбирать квартиру для жизни я бы для себя выбрал совсем другой объект ну что комплекс далее идемте смотреть вот это здание на лиговском проспекте где мы с вами видим остановку общественного транспорта является выявленным объектом культурного наследия дом куладиной сегодня четверг один часов 18 минут обратите внимание как здесь все достаточно плотно вот эта улица здесь будут ездить еще пару лет грузовики потому что пик строит два жилых комплекса вот она открытая парковка на 98 машина мест и здесь есть обратить внимание то везде стоят знаки что эти места для инвалидов для чего столько много вот мне честно говоря непонятно ну конечно первое что мы видим нет никаких деревьев нет никакой травы то есть сдали еще дом осенью прошлого года но окультурить почему-то все забыли чудо я даже знаете семян травы не вижу вижу лишь кустики которые не знаю сажали в этом году или в октябре перед сдачей но зато я вижу огромное количество машина мест для инвалидов я вижу раз два вот четыре места например для зарядки вот просто здесь стоит столбик у этого столбика ничего нет как здесь заряжать свой электроавтомобиль если здесь до этого ничего не сделано но зато проект сдали детский садик знаете такое ощущение что он еще не введен в эксплуатацию никого внутри там не видно и смотрится как обычный сетловский дом что-то наподобие жилого комплекса солнечный город само здание сама территория если обратить внимание на территорию что здесь застройщик хотел что-то сделать такое красивое накидал камушек посадил вот такие невысокие растения зеленые но и все травы здесь нет почему нет непонятно как сдали вот так издали здесь конечно сразу первое бросается в глаза это сама плитка она крупная это здорово но вот эти клеймеры это с держатель этой плитки их очень видно если бы делали бы держатели которых не видно то это бы стоило дороже подземный паркинг все открыто и смотришь на окна на фасад ничего не отмыто все в пыли и в грязи почему светл не отмывает мне честно говоря не очень-то понятно с вами мы друзья видим первый двор двор без машин закрытая территория заходи кто хочет какие-то клумбы что-то здесь должно быть но почему-то здесь нет вот такие малюсенькие деревья и вот обратите внимание вот на этот двор и то что вы увидели на рендерах у застройщика соответствует ли это действительности или нет вот напишите в комментарии мы видим освещение смотрится наверно достаточно вечером красиво если это конечно работает какие-то формы скамеечки спортивная площадка и совсем небольшое расстояние между даже не до момента сказать между окнами но зато смотрите какое большое стекление на лоджиях в этом комплексе да интересно конечно кустики есть а почему-то травы нет но зато смотрите от мозга и из брусчатки хотя бы это не асфальт как примеру в других проектах от застройщика здесь у нас аналогично но вместо спортивной площадки тут просто такая скажем зона отдыха а у здесь еще остались склады прогресс интересно это все демонтируют или так и останутся и будут фур здесь постоянно ездить вот видите вот они а здесь двор уже немножечко не прямоугольной формы и здесь мы видим вот такую детскую площадку ну кроме здесь того как паутинка и вот такая лестника по которой полазать и двое качели принципе здесь больше ничего нет молодцы как считаете вот этого всего хватит для деток оборудования не будут они проситься на другие площадки как считаете друзья лиговский проспект вот здесь склады строительный городок мы с вами видим теплоцентр да вот здесь конечно вид такой так себе так себе вот эта территория если не ошибаюсь принадлежит ржд сюда подъезжает поезда их разгружают ох какой ветерок то сегодня и вот теперь тоже друзья смотрите вот это мусоросборочная камера я лично считаю что в домах вот этого точно не должно быть должно быть отдельно стоящее помещение для сбора мусора они в своем доме здесь мы видим просто огромное количество стеклопакетов впереди понимаю приемщики отрабатывают свои деньги и находят большое количество косяков раз здесь такое большое количество стеклопакетов а как вам вот эта трава кусты и деревья о при ямочке и тут уже все в ржавчинке молодцы двор смотрится красиво но по моим личным наблюдением если обратить внимание на рендер от застройщика что чего-то здесь не хватает здесь конечно плюс что хотя бы побольше расстояния нет какого-то знаете ощущение скованности что это очень все близко качели можно просто посидеть спрятаться дождиком вот видите зеленый есть сажите не чуть не упал и уже все смотрится совсем по-другому велодорожки велостоянки не а велостоянки велодорожек здесь нет не вижу нет травы мусор у действительно травка есть а там посадить забыли но ничего это сеттл потом управляющая компания с вас возьмет деньги за обслуживание и за ваш счет посадит всю траву но управляющая компания сами понимаете от какого здесь застройщика двор классный вот здесь такие лазулки сделали суши прикольно молодцы набивное покрытие здесь большая плитка смотрится очень достойно мне нравится будет конечно здорово если вашего ребенка зачислят вот в этот детский сад когда его конечно примет госкомиссия и вот здесь будешь идти вести его за руку и радоваться что садик находится в пешей доступности есть кстати определенный норматив на каком расстоянии должны быть школы и детские сады 500 метров для детского садика и 800 метров до школы а вот и виден второй квартал от глорекса по мне фасад смотрится намного интересней чем в автографе ну и конечно куда же без курьезов ну вот что это такое в сданном доме это мусор скинули сюда и не успели убрать за полгода ай-яй-яй ай-яй-яй да вот уже ржавеют но если внимательно посмотрите видим смотрите здесь одно расстояние здесь другое расстояние тут аналогичная картина и вот начинаем голову поднимать выше 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 и вот она вот здесь вот такая вся кривенькая друзья ровно сделать почему-то здесь не получилось из плюсов здесь конечно каждый подъезд отмечен большими цифрами и это сразу же видно издалека и есть если вдруг забыли номер подъезда есть номера квартир сразу все понятно молодцы ну и пока что в уровень землей набираем секретный код и мы с вами заходим до тут мы с видим тамбур маленький такой при ямочек сюда вот коврик положили резиновый здесь у нас отделочка симпатичная простая но симпатичная большие алюминиевые двери большое количество стеклений здорово шикарные почтовые ящики вот такая эмблемка что-то здесь не когда бракованы ящики классные с такой перфорации смотрится круто вот это у нас обычный подъезд нового современного жилого дома автограф в центре логотип который есть и во дворе но здесь сразу же совсем другие двери при этом есть ограничитель двери но для меня странно что его поставили сюда по идее должен был где-то здесь но застройщику виднее это у нас друзья колясочная сюда может зайти любой кто попал в подъезд потому что ключа там ничего такого нет но если только будут механически закрывать на дверь из плюсов здесь есть скамейка где можно кинуть вещи посидеть кого-то подождать у нас есть урна и возможность тут есть пожарные рукава два лифта пассажирский груза пассажирский зеркало с этого групп ну слушайте смоется прикольно вот эти какие-то штучки есть кто-то потерял здесь смотрите обращаю внимание что молодцы что закрыли вот такой железом радиатор сразу вид совсем другой затирки здесь хватило все красиво красиво смотрится потолок ну что вызываем лифт и едем наверх пассажирский лифт но здесь как строительном вагончике сеттл почему-то экономит и не может хотя бы сделать здесь декоративную временную обшивку чтобы это было красиво лифты едет просто шикарно тихо даже не такое для даже чувства нет что он куда-то поднимается зашел закрылись двери здесь сильно шумит вентилятор и все на этом лифты вот и с режимом регенерации видно застройщик еще успел приобрести открывается дверь и вот ну прям как в солнечном городе одинаково не стали заморачиваться отделка здесь намного проще но цвет при этом нормальный здесь большие двери давайте сразу же выйдем с вами на переходной балкон ох какой ветерок сегодня ох ты тут есть ограничитель есть уплотнитель который уже отклеился а вот и промка но вот это я полагаю никуда не уберут потому что это принадлежит ржд но зато отсюда часть города как на ладони с высоты конечно все хорошо видно да доводчик и видите не справляется с поставленной задачей придется по старинке закрывать все руками 10 этаж не отмытые двери не отмытые стекло и здесь по привычке не сняли колпачки это друзья синие колпачки это для того чтобы датчики не срабатывали во время строительных работ но дом уже сдан в октябре прошлого года но почему-то они это не смогли сделать здравствуйте но зато скажу сразу что обшивочка лифта красивая не сэкономили хоть здесь но в комфорт-классе почему-то отсутствует нумерация на каком этаже находится лифт неприятно обычный межквартирный коридор мы с вами друзья напомним 10 этаже вот такие таблички такие похожи как солнечном городе большие двери два замка классическая китайская ручка глазок причем эти двери достаточно широкие похоже больше метра обычный звонок немножечко криво ну ладно и просто знаете такое ощущение что сюда написать свое имя то что здесь живет андрей например о 759 а работает да здравствуйте 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 анна о какие здесь люди вы уже с тепловидором смотрю балуетесь давайте не сам тоже расскажу замечание поскольку которые присутствуют смотрите начнем с отделки по отделке у нас присутствуют пустоты под настенной плиткой то есть если посмотрим с вами табличка краски и которая отмечена вас крестом как это вообще понимается вот так значит лифта которая приклеена по полной плоскости которая есть пустота то есть это либо нехватка плиточного клея либо от слоями этого плиточного клей который есть в дальнейшем будете сверлить скорее всего до встречи также сэндлс экономил почему-то на вашей квартире у вас заявлены корешки с микролифтом плавно опускается здесь у вас она обычная вот и плюс обычно они чуть подороже идут 4 крепления в этой части но они у вас присутствуют а вот сам микролифтом здесь не работает далее смеситель не отрегулирован то есть видите когда включается вода у нас начинает переливаться в эту часть регулируется давление вот далее по отделке некачественно ложена плитка у нас по вот этой стене если посмотрите расстояние швов смещение идет от соосности то есть швы шире чем должны быть относительно этого смещения больше миллиметра по 71 спа не допускается уступы присутствуют также тоже момент неприятный еще из таких серьезных нюансов плиточка снизу отмечена тоже пустота еще и проходная к этому же зону да то есть что-то падает выриняется трескается порожек тоже трещина если посмотреть ну и качество получаются укладки самой окольной плитки тоже ступени просто дойдет ступы так называемые уступы не допускаются больше миллиметра здесь они достаточно серьезно больше чем допуск несколько раз ну и понятно такие моменты скажем небольшие моменты это заметьте уголков зазоры по уголкам панелей тоже не доделано то есть это все объектив болтается но из положительных моментов протечек с антикорбина четчики установлены равномерно протянуто тут все хорошо и по теплому полу сейчас тоже теплый пол регулятор справа за дверью находится температура до 50 градусов нагрева бывают нахлесты здесь часто встречаются но у вас он уложен равномерно но грубейшее нарушение это укладка теплого пола под сан-фаянс у вас прям целый виток заходит под унитаз вот здесь получается у вас унитаз стоит сейчас мы другую просто палитру включим чтобы было виднее хотя на этой лучше всего вот и как раз таки у нас виток уходит под сан-фаянс почему плохо потому что датчик который у него считывает температуру он укладывается всегда в случайном месте также он может находиться там следовательно он будет думать что теплый пол очень не нагрелся до температуры которые вы хотите а на самом деле он уже нагрелся унитаз будет забирать температуру грубо говоря вот будет нагревать нагревать на гимна с временем разрушение изоляции короткое замыкание а чтобы этот пол переложить нужно всю плитку естественно поэтому демонтаж унитаза демонтаж плитки и перекладка теплопола вас здесь ожидает ближайшее время или застройщика ну да как бы застройщик понятно будет делать вещи не примете вот из того что было буквально вот сегодня вот ваших соседей допустим теплопол тоже видите виток лежит получается друг на друге в этой части то есть это уже не первая такая квартира 1 и вот там каждый день из 6 квартир 2 таких минимум встречается то есть это достаточно частое замечание у нас стояние значи степление другой церапины даже если бы была вот такая на половину размера не допускается стекло замена другой церапины вообще это завершающий порог то есть как бы они не казались там визуал что такого видно и видно нет на самом деле бывает такое что возникают трещины и это прописано даже по нормативу по госту то есть вот это стекло у нас под замену сверху клапан киф находится у вас безвечная система которая просто даже когда закрыта будет продавать поэтому если будете видеть здесь темные пятна это будет строительное которое он сюда заносит по работе фурнитуре створка у нас не задевает закрывается равномерно к сожалению сейчас уже погода не позволяйте плавизионным оборудованием осмотреть но нужно помнить что у вас есть гарантии вы можете следующий сезон также вызвать поставить тепловизором застройщик передать замечание если они будут царь или на торцевых частях створок исправляется путем шлифовки да 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 видно кстати хорошо при помощи вашего супер фонарика да потому что сейчас видите все сдается в пыли в грязи и возможно какие-то дефекты без освещения дополнить ну да там не увидишь ничего зато смотрите действиях соединение хорошая обычно у них там палец влазит но у нас равно здесь на самом деле не очень удобно я такое видел зеленом квартале должна быть очень маленькая ручка пока мастер дальше принимает мы с вами друзья измерим высоту потолка 244 же он лампочку что-ли попал а 277 все как обещал за тебя в лампочку попал первый раз такой я думаю 244 здесь точно выше а вот здесь эти тоже вот стоят крышки надо будет потом будет снять для того чтобы работали пожарные датчики дефектов-то прилично чуть-чуть при открытии створку заедает оба стеклопакета под замену правый стеклопакет если посмотрите вот здесь вот такие жалкие точки это прикованное стекло завода не знаю камера сфокусируется на них или нет мы чисто так если подсветим вот так видно не знаю будет ли видно на камеру то есть опять же понятно что это только визуал технически никак не влияет но по факту стеклопакет у вас очень такой лучше поменять что на солнышке это все будет бликовать там при чистом остеклении будет все хорошо заметно здесь все проще грубая забираться сколами по краям тоже замена вот ну и к этому браку здесь также добавляется один скол следовательно тоже опять же требуется замена обоих стеклопакетов резинка уплотнительно установлена неравномерно сверху но при замене стеклопакета это в принципе управляются и справляется путем замены снятия стеклопакета и расправления резинки по пластику пвх если посмотрим есть небольшие загрязнения строительными смесями и вот снаружи застройщик пытался отреставрировать раму если здесь взгляните вот на эту часть тоже были небольшие сколы по лкб немножко заметно что видно некачественно сделан такими пятнами есть у нас небольшой дефект по фасадной стене справа он называется бухтение штукатурного слоя то есть если послушаем звук слышим изменение звучания то есть такой пустой звук достаточно это отслоение штукатурного слоя то есть между штукатурным слоем и основанием есть прослойка воздуха проще говоря штукатурка отваливается нужно следовательно снять обои демонтировать штукатурку восстановить штукатурный слой смонтировать отделку назад все я мой день из хозяин квартиры очень комфортной стройной сейчас он здесь помоется прямо в одежде друзья вы ставьте лайки закрывая закрываем вот так да и делаем вид что мы там трем себя не знаю там щелткой мочалкой хватит не очень много вот и вот это кстати у них почему-то во всех студиях они вот ставят вроде она сама душевая это нормально но если бы сделали бы чуть побольше там за те же 10-15 сантиметров то там было бы достаточно удобно а так обратите внимание что место в ней маловато а если вы более там крупный мужчина то здесь человек не зато здесь до сюда стирал кстати подойдет для него и выводы я смотрю сделали да молодцы потом все мы заметили уже если под определенным углом посмотреть в эту часть зазор больше 0 5 миллиметров но не допускают требуется герметизация прямых ранее вот этого нащельника вот здесь в принципе вам забыли уплотнительную резинку поставить вот ну и качество сдачи все вот эти черные точки которые извиняюсь а можно мне качество сдачи с цементом молодцы с цементом вот здесь видите черных точек очень много это колено колено производства вот по резким металлу связали металл рядом со стеклом стекло больше никогда не очистится то есть найдет под замену у нас остальные стекла сейчас также осмотрим за дефектуем мы поймем в этой части следовательно тоже опять же будут делать пытаться реставрацию опять же если не получится смотрите принимаете решение только вы потому что если реставрация будет заметно на скорее будет заметно можно дойти до замены элементов сейчас вот подреставрировали вот есть ощущение как будто зажигалка подожгли немножко царапины мдф панели присутствует небольшой брак мдф с этой стороны типичная проблема вот этих всех дверей это когда крепят здесь форнитуры если вот видно не видно на камере да ладно видно большого заметься то есть вот этой панели технически она не влияет на визуально конечно составляющие так чтобы не портили что касается самих двери это стандартные сетловские двери просто которые приклеили еще сверху мдф панель кто-то выходит один из то есть такие двери у них во всех проектах во все ну вот сейчас у них пошли только здесь пока что и были по моему притяжение подобным целом вот допустим чистом небе стрижа там металлические двери ставят без вот этой мдф панели теперь они к ним еще мдф не смотрится симпатично они широченные до небольшой люфт присутствует у двери но здесь какой нюанс опять же зазорных уплотнителям нету если подтянуть да будет плотнее но будет тяжело закрываться закрывается идеально зазор нет можно оставлять смело давайте друзья измерим ширину проема 96 сантиметров практически целый метр и вот здесь если тоже обратить внимание везде на противопожарных датчиках стоят защитные колпачки видимо зумер которая срабатывает понимаем что скорее всего это все подключено к системе и сдано но почему не сняли эти крышки защитные мне честно говоря непонятно и вот так они по всему коридору друзьям более трех элементах вот за крайней части дата и он тоже то что вы думаете проще говоря более допуска тут нюанс в чем момент этот визуальный не очень качественная работа по праву нибудь у конечного перед отлейка в чем проблема бывает когда люди ставят контурный свет да и либо по какие-нибудь праве все это засвечивает и видно прям очень хорошо ну то есть вот чтобы вы понимали получается как выглядит вот они эти неровности понятно мы с вами используем сильное боковое освещение если сделаем вот так уже частично они становятся не видны но есть вероятность того что какие-то из этих волн у вас засветит ваше освещение поэтому тут тоже решение за вами то есть идет наплыв у нас получается в этой части из интересного часто бывают проблемы с неровностями потолка сейчас мы с вами сразу его тоже посмотрим перейдем сюда в эту часть ну вот у вас в целом достаточно неплохо единственное небольшое есть наклонение вот в зоне ближнего правого угла то есть если сравним там зазор который полностью отсутствует и слева допустим по стене где он в пределах двух сантиметров конечно же по нормативу не пройдет до сантиметра допускается то есть грубо говоря чтобы понимать геометрию этой плиты у нас в этой части она идет ниже всех остальных частях равномерно высоко на что влияет принципе если отойдете вот сюда и посмотрите на этот угол с этой стороны 100 видно визуально что он впущен вниз а если вы какие-то шкафы бы там стояли да допустим это тоже повлияло на визуал но вот тоже решение за вами мы это в акт ответим тоже замечанием данный является локально меньше чем на метр какой праги приличный потому что который слой выполнят неравномерно вот видите как идет на лазер то еще лучше видно видно насколько она идет далеко если поставить его особенно параллельно к стене вот видно здесь допустим в этой части зазор и вот допустим середине смотрите также здесь по балконному блоку тоже выровнял его по нижней части лазер лазер это строго вертикальная линия но тоже здесь в одном метре мы видим отхождение луча ну вот как раз 9 миллиметров допуск 3 он у вас на 9 отклонен если правило присланием увидим что помимо этого по нему еще идет и дуга видно да то есть где-то переживали соскопили но возможно иногда пена на него настолько сильно давит если допустим он с открытым балконной дверью запенивался бывает такое что его ведет так сильно вот а тогда с помощью правила лазер можем это замечательно увидеть если выгоним пузырек в нули то есть вот как должен молиться снизу у нас прижато правило сверху зазор нормально здесь она не так хорошо читается как допустим по верху небольшие зазоры присутствуют провис даже по лазеру получается 136 вот здесь 132 4 миллиметра мы вот поправил даже виды виду можно еще раз так сделать по факту выравниваем уровню пол эти пузырек в середине стоит да а вот там но здесь здесь получается такая низ низкая часть да ну да тут причем так прилично ушло из критичного опять же остановка мебели возможно да будет играть также стыки вот этого кварц винила они конечно более износостойки чем у ламината и не так как у ламината но все равно это повышенный износ материала снова может с временем расползтись просто-напросто и наведет не локальная неравность именно отклонения видите пузырек у нас ушел выравниваем его в нули то есть будет вот так 6 миллиметров также отклонения пола идет в эту часть но зато радиатор ровно установили радиатор вопросов у нас нет валиком ведут вот моменты по наплывам присутствуют подобного вида опять же зависимости от освещенности и того типа люстра которая у вас будет висеть может такая история случится что у нас это все неприятно засветить 5,3 метра в секунду 5,5 с учетом того что вентилятор сейчас выключу вентиляция работает корректно визуально до туда докуда можем посмотреть все чисто ну и в принципе скорость потока говорит о том что с каналом проблем с этим нет я его когда встретил он улыбался что-то сейчас все это улыбка спадает и спадает приехал человек из москвы все пыль о кстати здесь видно что те обои пошли соответственно если есть плесень она будет была бы сразу на самом деле это не стопроцентный момент но но она может пойти позже она может допустим быть под квадс винилом до этого мы естественно там ни один застройщик не даст снять но если что такое а почему проверяем на плесень потому что усадка к сожалению такая практика что очень много протечек каких-то было скрытых на этапах там работ определенным намокает штукатурка здесь то она еще успевает высохнуть здесь конвекция воздуха постоянная а если она намокает здесь то высохнуть она естественно не успевает и идет образование грибков либо бывает такое клеют обои обоиный клей он тоже влага остается там плесень идет получается в каждом помещении у нас указаны замечания к каждому замечанию мы теперь прикрепляем обязательно гост норматив и фотографии потому что часто после нашего ухода некоторые застройщики начинают давить на собственников типа это допускается это нормально но мы прописываем чтобы собственник мог сам отстоять этот норматив по даже после нашего ухода по какому нормативу именно не допускает свите каждому замечанию у нас серым шрифтом приписан гост либо сп либо с ним один из еще раз привет в каком комплекте ты приобрел квартиру central city автограф центре как здесь место расположение расположение классно мне нравится близко от центра все-таки прям 10 минут я вот сегодня ночевал метро александр невского 10 минут на машине так а сам ты живешь в москве да сейчас москве а почему в питере купил квартиру но хочу запустить на сдачу по суточной аренде в санкт-петербурге свой проект да ты вот сейчас пришел посмотрели как приемщик с авангарда принимал квартиру как-то оценишь его работу нужен вообще приемщик или про он профессионал конечно я был порекомендовал всем вот кто принимает квартиры именно вот авангард эмоции ребята и приборы и действительно так заходишь все красиво все вроде бы ладненько розетки работают но максимум чтобы я мог проверить сегодня это розетки и работа радиатора на самом деле косяков очень много урод же что ты считаешь он из косяков тебе показал что ты бы точно бы не увидел бы но работы теплого пола точно бы не увидел потом кривизну стен трудно до без лазера потом как бы мучение например стены сам бы обнаружил или нет вряд ли тоже бы с полами понимаю также потому что не специализировано оборудование лазер а плитка вани но простукиванием но может быть обнаружила если бы долго сидел на ю тубе и смотрел как принимать квартиры а так как бы конечно смысла нет самому принимать если есть то есть услуга стоит своих денег и конечно чё там я даже ребятам чаевые дал это правильно и не жалко и не жалко что как бы тут это все так очень когда денег стоит и смысл сейчас экономить на каком-то незначительным твои ожидания приемки квартир оправдались или нет ну в общем до ожидания оправдались я как бы понимал что все равно это во первых комфорт плюс во вторых ну всегда да есть моменты с отделкой от застройщика не всегда есть как бы понятное дело что так и наверное и бывает и хуже я так думаю ну то есть ты соответственно ехал и понимал что с первого раза ты точно не примешь тебе придется еще приехать какое-то конечно да 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 примерно если например взять вот твою квартиру по и оценить эту пятибалльной шкале отделку от застройщика какой бы ты оценку вот именно на данный момент учитывая те недостатки которые выявил специалиста какую бы оценку поставил застройщику нас в принципе застройщику четверку бы наверное я поставил почему нет мне понравился дом так-то и лифты и парадные дворы и как бы расположение да ну не дом классные хорошие и двери классные но и межкомнатные и входные но я думаю это все исправит и все нормально будет и туристы и заживут санкт-петербурге по красоте с красивым видом я тебя желаю как можно быстрее принять квартиру чтобы ее быстрее сделали и чтобы твой аренды проект заработал запустился в санкт-петербурге спасибо спасибо тебе андрей друзья мы с вами посмотрели как профессионалы принимают квартиры не экономьте на профессионалах каждый должен заниматься своим делом потому что учитывая стоимость услуги и стоимость квартиры это стоит своих денег на тысячу процентов после приемки зашел в грузопассажирский лифт при входе вот он вот так стоит они вот так напомню что когда стоит лифт вот так то длинные длинномерные предметы вы него намного проще загружать и кстати грузопассажирский едет очень четко все тихо никаких косяков значит вот здесь я смотрел по отделке смотрите отделка в принципе ничего все симпатично но помнись было бы гладкости на и окрашена таким же красивым цветом смотрелось бы намного интереснее здесь мы видим что с лифты современная вот здесь все оборудование находится но немножко покоцанные конечно зато пленку сняли молодцы давайте посмотрим что у нас здесь потолок обычный армстронг видим что колпачки датчиков почему-то здесь тоже забыли снять квартиры раз два три четыре пять шесть семь восемь девять квартир на одной стороне чтобы не смотрелось этого таким огромным коридором разделились дверью и здесь у нас раз два три четыре пять шесть шесть квартир а нет семь восемь квартир возьмите сколы мдф автоматы п плитка эти косяки как пишут бухтит и что-то там еще еще одна квартира а то есть они прямо сюда недостатки пишут и потом то что сделали вычеркивают о но вы понимаете что это скс плюс что такое скс я знаю что такое плюс нет ну вот вот так бы друзья выделил коридор без этой двери это такой скажем маркетинговый ход у всех застройщиков для того чтобы большое количество квартир когда чтобы не было ощущения что вы живете в общаге для этого они соответственно и делают вот эти двери соответственно с нашим нормативом ширина коридора не должна быть менее метра сорока до метр сорок восемь могли бы сделать больше но тогда были бы по площади меньше вашей квартиры спасибо что есть указатели но я вот не знаю это общепринятый указатель деле лифт находится либо нет то что ну как то выглядит это знаете такое ощущение что там на виселицу притащили тех человечков выйдем с вами здесь на переходной балкон вот я вот про такие моменты вообще не буду ничего говорить да то есть ну это вот совесть застройщика должна мрача плохо спать высоко но здесь видно что оставили стройматериалы мусор саморезы смотрите смотрите друзья как классно здесь застройщик сложил плитку но просто шедеврально и здесь также а снизу то этого не видно а вот тебе и вентфасад и кстати по поводу вентфасада лично я не против вентфасада я за но не для нашего сырого питерского климата и расскажу подробно почему есть вот такое расстояние сами понимаете что когда идет косой дождь то влага попадает туда и попадает на утеплитель со временем утеплитель разрушается и теряет свои свойства слушайте большое количество остекления подъезд смотой под да подъезд смотрится не подъезд лестничный марш смотрится неплохо нумерация квартир этажно слушайте молодцы кнопка вызова если вдруг тебе стало плохо здесь могли бы конечно лучше потрудиться шлифануть до отмывать всю краску смотрелось бы лучше ну вот обратите внимание комфорт класса почему здесь вот такое ограждающее жидкое я бы сказал конструкция ну почему нельзя вот ну вот это понятно да в экономе советском ставили были но сейчас ребята не советские времена вы за это деньги платите вам платят деньги зачем так делаете окурки запах табака пустые бутылки выход на кровлю здесь какой-то лист металла вот тут ограничитель двери поставили вот такой и вот здесь знаете ну ка а там просвечивается свет падает вот он видите друзья вот падает цвет понимаем что он дырка закрыта и вот здесь дырка отсюда просто сифонит соответственно когда отопление холодный воздух идет и вы будете переплачивать за общедомовые нужды ваших квитанциях после того как застройщик получает разрешение на вот эксплуатации своего объекта он его передает временно на три месяца управляющей компании но как правило своей и кому пони управляющих ходит по дому и принимает его у застройщика это у меня сразу вопрос а как так и застройщик проглядел и гострой надзор проглядел и мчс проглядели и управляющая компания проглядела колпачки защитные на пожарных датчиках вопрос открыт такой выхожу такой смысл что это такое а это спуск в приямок и чтоб туда спуститься надо вот так это все поднимать и кусок железки отвалился сразу молодцы качественно делают но куда же без наших любимых подъемников да друзья другой подъезд и здесь уже вот такая конструкция всего лишь три ступени вот но почему нельзя сделать было в уровень с землей непонятно клапан выглядит вот так знаете такое ощущение что как будто направляющая из гипсокартона что-то шили не дошили и вот так оставили но обращу внимание кстати сделано практически аккуратно если смотреть на другие объект от этого застройщика сделано супер аккуратно но здесь знаете было бы забрала смотрелось бы хотя бы по мне по интересней и одна логичная ситуация защитные колпачки от датчиков все на своих местах но здесь сразу видим что дверь не дожимает видна улица и здесь мы просто выходим во двор вот это въезд в комплекс и обратите внимание что какое количество машин припарковано с левой стороны а с правой вот такой прекрасный забор с колючей проволокой и здесь они будут стоять постоянно меняться будут лишь марки и модели автомобилей и не дай бог здесь случится авария или к примеру грузовику нужно выехать а здесь легковушка здесь друзья просто не разъехаться а вот и еще один променад автомобиля должны быть какие-то видны цветочки кусточки ничего здесь нет земли навалили но хотя бы здесь стройматериала окурки кусты нет почему-то здесь травы но она должна быть соседний комплекс здесь фасад из кирпича и по мне он смотрится намного интересней вот здесь кто-то едет навстречу и уже не знаешь как разъехаться потому что все забито машинами еще кстати очень странно от видите труба в ней кабель для того чтобы не образовывался лед и непонятно откуда она идет обычно делают это все закрыто здесь прямо такое ощущение что вот это ливневочка прямо с кровли и куда будет течь вода на отмазку а с отмазки на газон еще одно здесь уникальное место так это вот эти постройки склады детям будет есть точно где полазать и поиграть и вот здесь залежи песка у соседнего застройщика пика где от ветра возникают пылевые бури паркинг большой и светлый заезд смотрится красиво нормальная отделка здесь высоченный потолок и вот интересно посмотреть сухой ли он или не сухой смотрите спускаемся вниз здесь нас указатель налево и направо уступи дорогу а как вы здесь налево повернуть тут в три приема если получится какая красота чисто красиво свежая разметочка а что это у нас здесь такое это у нас переход скажем так в соседний паркинг сушки здесь красота друзья что-то конечно тут что туда делают вот смотрите роста вне открывается закрывается заехал ну козырное место как вы смотрите и розетка есть теслу можно зарядить видеонаблюдение что-то камеру немножечко кривовато не уровень поставили есть датчики если такие низкие места здесь просто идет слив воды но отсюда она никак не будет выходить потому что насоса здесь я не вижу погружного пожарных рукавов нет однозначно украли и вот сюда заходишь вот были на куда идти то где указатель выход так вот что-то у нас здесь светится так выход давайте посмотрим куда уже мы с вами выйдем и и кстати вот пока вот здесь ходил смотрел ну вот везде сухо вообще даже не видно чтобы где-то что-то здесь друзья протекала ни сверху не снизу но колпачки сеттл почему-то не любит снимать вот представьте его оттуда снять это шлиса нужно ни одна стремянка не достанет выход выход ну идемте проверять а это у нас в соседний паркинг понятно без пол-литра здесь не разберешься вот смотрите вот это к лифтам вот здесь вообще никаких нет указатель вообще никаких я от реально хожу и не понимаю где выход выход есть вот там написано вот здесь но это проход в соседний сектор и все вот нигде ничего нет здесь и нигде ничего не вижу вот увидел их супер значок что у лифты здесь или это не лифты вот у нас лифт радиатор отопления как из советского прошлого колпачки защитные здесь тоже не снимают а зачем не дай бог задымление послушав все сгорят меньше суды будут подавать но вот конечно выходишь кого-то отделка вроде ничего такая же на площадке то есть обычно дешевая отделка но смотрится нормально были но вот почему вот это все не спрятать комфорт класс высокий причем вот друзья это высокий комфорт класс как вам ждем лифт вот здесь стоишь непонятно на каком этаже находится лифт таблички видно так дорого стоит что хотят и на них сэкономить и на первый этаж напомню что гарантия от застройщика на дом 5 лет она инженерной системы три года есть здесь конечно определенные нюансы но все не так то и плохо а даже нормально друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи и и Субтитры подогнал «Симон»